В советских детских библиотеках за волшебником изумрудного города выстраивались длинные очереди, а иметь книгу в личной библиотеке считалось большой удачей. В наше время эта сказка остается популярной среди юных читателей, а взрослые вспоминают о произведении с улыбкой и теплой ностальгией. Мудрец из страны ОСС так понравился Волкову, что он прочел его своим сыновьям, которые приняли книгу с восторгом. Сказка очаровала писателя своим сюжетом и удивительными героями. Перевод так увлек Волкова, что он закончил работу за две недели. Книга «Волшебник изумрудного города» увидела свет в 1939 году. Когда Самуил Маршак прочел рукопись сказки, то не просто одобрил ее, но и посоветовал Волкову заняться профессиональным писательством. Благодаря удивительному таланту Александра Милентьевича его «Волшебник изумрудного города» получился живым и интересным. Он самостоятельно выучил немецкий, французский язык. Ну а когда изучал английский язык, он решил перевести книжку, вот именно эту «Волшебник страны ОСС». И так увлекся процессом, что он решил приукрасить события и наделить героев определенными качествами. Александр Милентьевич Волков – личность интересная и незаурядная. Мало кто знает, что он был не только писателем, но и переводчиком, педагогом и ученым. Работал доцентом кафедры высшей математики Московского института цветных металлов и золота. Даже в свою сказку Волков-математик привнес цифры. Волков, будучи математиком, конечно же, он придавал числам огромное значение. В сказках, конечно же, есть числа. Например, цифра три. Эля приобретает трех друзей. Волшебная золотая шапка исполняет только три желания. Ну и, конечно же, герои ждали три дня, чтобы ушла вода, чтобы им добраться до розовой страны. Ко дню рождения писателя детская библиотека имени Пушкина подготовила тематическую выставку, которая состоит из книг цикла «Волшебник изумрудного города». А на сайте библиотеки ребят ждет виртуальная экскурсия «Наука на страницах сказки». Вместе с персонажами книги юные читатели смогут совершить удивительные научные открытия. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.